И перейдем к другим темам. Так решил собственник. В город-администрации рассказали, из-за чего в Кирове сносят киоски Роспечати. Оказывается, дело в их нерентабельности. Все подробности далее. Наш эфир продолжит рубрика короткой строкой. В администрации города нашли, что ответит кировчанам на вопрос об исчезновении киосков Роспечати. Решение о закрытии было принято собственникам бизнеса. Киоски стали нерентабельны. В мэрии предложили кировчанам покупать газеты и журналы в торговых магазинах или в отделение почты. В мэрии сообщили, что сейчас решают вопрос о расширении ассортимента печатных изданий в продуктовых магазинах. Кроме этого, во всех районах города есть 15 свободных точек, на которых можно было бы торговать печатной продукцией. На таких даже установлена льготная ставка по аренде. Кировская природоохранная прокуратура нашла 11 новых источников загрязнения воздуха. Три из них относятся к производству строительно-монтажных работ на Луганской. Воздух загрязняется дымом от печей и котлов. Такие же нарушения выявили на двух предприятиях по деревообработке, которые расположены по дорожному переулку в Кирове. Предприятия использовали котельную, незарегистрированную в качестве источника выбросов. Руководителям организации были внесены представления. В парках и на набережной стало светлее. Там после жалоб кировчан и активистов ОНФ восстановили освещение. Фонари не работали на набережной Гриина, в Александровском саду, Кочаровском парке и парке Победы. Сейчас лампы заменили везде. Правда, по словам активистов, кировчане снова жалуются на неработающие фонари. На развитие культуры Кировская область получит 20 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на 19 проектов. Такие как Всероссийский Воснецовский пленэр, Вятского художественного музея, Гончарная сказка Шижмы, Дома детского творчества, фантазия и Верха Шижемье. Один проект получит больше 3 миллионов рублей. 7 до 3 миллионов. Остальные проекты победители получат до 500 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова